доброе утро всем к тем кто по москве те кто в других регионах возможно у вас сейчас совсем уже другое время уже день или возможно глубокая ночь я рада со всеми вами познакомиться пожалуйста пока мы еще немножечко две минутки собираемся напишите как меня видно слышно и как ваше настроение что ж я пока буду начинать пока мы с вами спасибо дарья хорошо видно слышно это замечательно сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему почему она для меня важна потому что как практик который каждый день работает салонами красоты и на привлечение и на какое-то исправление каких-то ошибок багов в управлении салоном я понимаю что препятствия которые встречают наш клиент на пути к доходимости в салон это очень большой слип бюджета поэтому эту тему я с большим удовольствием приготовила для всех партнеров 1s beauty business и я рада вам сегодня и представить рада вам ее сегодня а здесь показать рассказать а те основные моменты которые замечаю я и возможно вместе с вами мы заметим еще основные аспекты исправив которые вы привлечете в свой салон либо центра большее количество клиентов и начнем мы с вами по традиции знакомства я очень попрошу те кто здесь есть кто уже собирается и кто активны напишите ваше имя город и количество сотрудников почему мне это очень важно я практик я люблю живые разговоры если вы здесь будете активные формате хотя бы чата мы сможем с вами намного глубже посмотреть на ситуацию и второй момент мне очень важно понимать на какую аудиторию я сегодня рассказываю потому что мой салон красоты был в петропавловске камчатском и это город 40 тысяч населения да я понимала там специфику но когда я переехала в москву я поняла что здесь специфика совсем другая и год мне понадобилось на то чтобы вообще научиться работать с разным регионом с разными локациями страны с разным ценовым сегментом екатеринбург 25 человек достаточно большая у вас команда буду рада если сегодня мы добавим ваш салон либо центр клиента что хочу рассказать о себе меня зовут анастасия горбунова я сертифицированный бизнес коуч и психолог я работаю с салонами красоты и командами как тренер как антикризисник и если говорить мои самые любимые темы от которых я прям фанатею это воронка продаж салон красоты эффективное управление команда образования и стратегия развития салона сегодня мы как раз таки с вами и поговорим о о воронке продаж салоне красоты точнее ее части это путь клиента поэтому любые вопросы которые вас сейчас возможно мучают возможно они сейчас перед вами активно стоят пожалуйста вы можете писать в чат и по мере продвижения по презентации я буду стараться на них отвечать ирина москва самара еще не начали активную деятельность значит вам эта информация точно будет сегодня в тему так скажем если говорить о себе как человеке цифры по первому образование инженер конструктор поэтому когда сама открывала салон и когда сейчас работаю с салонами мне важно не только видеть состояние клиента и команды мне еще и важно видеть аналитику поэтому я работаю экспертом бизнес экспертом в компании лайма люкс там мы выпустили 37 замечательных руководителей из 9 недельного практика beauty business 360 было 4 потока чему я очень рада потому что основная практика и основная так скажем линейка продуктов у меня родилась именно в этой компании именно в этом продукте если говорить как управление как бывший руководитель чем я помогаю моим замечательным коллегам сейчас по цеху это я помогаю выйти на масштаб x2 и x7 какой-то момент я разработала свою программу я поняла что если мы работаем состоянием потом с аналитикой потом с мышлением мы кратно увеличиваем свои результаты и эта цифра не по обороту а именно по прибыльности бизнеса но и я очень люблю наши команды очень люблю работать с мастерами с администраторами поэтому именно для них разработала тренинг активатор продаж и какой-то момент поняла что оффлайн классно классно проработать его с командой но пора и выходить в онлайн поэтому в онлайн теперь тоже выходим с этим тренингом для администраторов жуковский сотрудников 8 москва окей отлично почти все в нашем сегодня часовом поясе как я вижу и давайте будем продолжать точнее мы начнем погружение в путь клиента если здесь есть активный опять же давайте подумаем буквально две минуточки где по вашему мнению мы можем терять самое большое количество клиентов вот с момента когда они о нас узнали и до того момента как они пришли к нам в салон либо в клинику либо в центр и уже попали непосредственно на запись пожалуйста если у вас такие варианты может быть вы на практике уже отслеживали эти места где больше всего идет слив клиентов администратор сливает согласно полностью мы сегодня на это посмотрим и сегодня за этим обязательно процессом понаблюдаем и я очень рекомендую всем тем у кого администратор больная тема остаться до конца потому что мы будем выполнять практику и это будет полезно услышать всем потому что когда мы внутри бизнеса мы не видим процессов не знаете как бы стираются для нас почему путь клиента сегодня нам важно с вами пройти со стороны и мне очень важно чтобы вышли из всех своих знаний из понимания что вы уже опытные либо наоборот только начинающие и смогли посмотреть сегодня со стороны именно потому что мы очень сильно внедряемся в процессы и мы не видим простых вещей то есть простых каких-то элементов где сливается большое количество клиентов но все-таки до администратора у нас идет другая площадка на которой я к сожалению вижу очень большой слив клиентов и это яндекс и два гис карты я делаю на них теперь всегда большой упор я начинаю всегда с них потому что чтобы не происходило с нашим клиентом так или иначе один раз но он с вашей карточкой там соприкоснется как минимум чтобы до вас добраться как максимум он начнет вас искать среди конкурентов и чтобы вы понимали это действительно там одна из единственных площадок где видно всех конкурентов вместе с вами поэтому на сегодняшний день я считаю что в яндекс картах и в два гис вы должны выделяться сто процентов для того чтобы у вас был дополнительный приток клиентов я вообще как бывший управление для себя и потом уже для своих руководителей разработала воронку привлечения и на первых уровнях у меня всегда максимально бесплатные источники которые я один раз прокрутила получила опыт и уже и дорабатываю для того чтобы мне оттуда шел бесплатный трафик и для меня одни из максимально комфортных по притоку это карты и сарафанное радио и если говорить какой стратегическая ошибка чаще всего я сталкивалась сейчас слава богу уже почти не так и скажите мне пожалуйста вот от 1 до 10 как вы считаете насколько на яндекс картах вы хорошо представлена и насколько на 2 гис и на обеих ли вы площадках хорошо ведете свои карточки потому что когда я начинаю проходить путь клиентов салона красоты чаще всего я вижу упор на одну площадку как это обычно происходит например на яндекс картах все хорошо красиво новости активные акции услуги все прописано нет ничего лишнего есть а живые карточки знаете как визуал оформлены внутри карты есть команды нет пустого салона заходишь на 2 гис а там только крыльцо потому что автоматически они вас регистрируют и если вы не предоставляете там фотографии то просто будет крыльцо здания чаще всего крыльцо здания они фотографируют максимально некрасиво отвечаем на отзывы google снова начал обрабатывать отзывы классная новость потому что когда полтора года назад подобный вебинар я вела я еще рассказывала про google и там тоже было большое количество клиентов везде куплена реклама и оформлена юлия классно подскажите пожалуйста как у вас притоком клиентов оттуда может быть вы отслежите какое количество приходит это будет полезно для наших сегодня коллег потому что часто люди задумываются а стоит ли там делать платную рекламу я бы сказала так стоит попробовать но только уже с хорошо оформленной карточкой и с хорошим менеджером и если вам это даст результат то я бы этот канал взяла в воронке клиентов как одно из самых дорогих мест где мы привлекаем клиента на постоянной основе когда работала антикризисным управляющим салона коррекции фигуры мы подключили рекламу на 2gis это было три года назад и мы окупили за 10 дней трехмесячное ведение мы продали 3 абонемента закрыли сумму и после этого руководитель уже продлил такую рекламу на год поэтому это работает но так скажем не всегда не у всех объясню почему когда я стала это делать на потоке оказалось что они некоторые районы даже в москве не берут под рекламу то есть там это не целесообразно я очень хочу обратить внимание ваши на две части 100 миллионов скачивания у яндекса и 100 миллионов скачивания у 2gis поэтому на сегодняшний день мы обязаны на обеих этих площадках хорошо вести свои карты и делать их активными юля спасибо вам за такую информацию вот свежих данных кстати по 2gis именно не слышала слышала по яндексу что он хорошо отрабатывает и хорошо отрабатывает яндекс директ на сегодняшний день вполне успешно знаю что качают салоны 2gis давно не слышала спасибо приятная новость потому что раньше с ними плотно сотрудничала вот сейчас к сожалению уже не знаю на что важно обратить внимание в карточках я проговорю достаточно коротко чтобы ваше время сэкономить но у меня есть полезная информация которую сможете забрать и спокойно ее прослушать более подробно если вам опять же это актуально вячеслав сколько у вас вышла цена клика будем тоже очень вам благодарна если вы сейчас скажете с одним из салонов мы тоже решаем эту проблему у нас получается почти 60 тысяч в месяц занимает яндекс директ локация в центре москвы и очень хочется разобраться и либо снизить клик либо вообще принципе уйти от этого момента но я думаю что полностью уходить нельзя на что в первую очередь я всегда рекомендую руководителям обращать внимание зайти на свои карты забить салоны красоты посмотреть в своем районе потому что издалека карты выглядят так и понятно что здесь закрывается часть теми кто представлен вип и те кто представлены вип рекомендую очень просматривать какой именно услугой вас выставили потому что у меня очень часто бывает такая история у клиента качает например парикмахерский зал а здесь акцию выставили брови и когда ты заходишь спрашиваешь на что вы качаете клиента не горит мы на парикмахерский зал а почему-то до рекламы бровей вылезает то есть вот такие моменты рекомендую проверять особенно если вы Платно с ними сотрудничаете. Что хочу сказать о видимости. Очень рекомендую проверить, даже если ваши карточки активные, их видно хорошо на, так скажем, карте, да, и клиенту в первую очередь хочется зайти на большие точки, то при приближении иногда вот так вот другими салонами ваша точка просто закрывается. Я очень рекомендую вам просмотреть сегодня, зайти и в Яндекс, и в 2GIS, приблизить, отдалить. Можно это сделать на компьютере, чтобы вы понимали, насколько хорошо вас видит ваш клиент. Вкратце, что еще? Активность карточки салона очень важна, поэтому отзывы нужно постоянно пополнять, чтобы вы постоянно нативно выходили вперед на хорошие места, даже без платной рекламы. Тем, у кого платная реклама, тоже отзывы обязательно нужны, и особенно нужно отрабатывать негативные отзывы. Далее будет чек-лист, который поможет вам, и там я подробно рассказываю, как негативный отзыв превратить вообще в принципе в продающий отзыв для нашего салона, как его отработать настолько эффективно, чтобы клиент посмотрел на этот отзыв и наоборот захотел к нам прийти, а не оттолкнуться, так скажем. Правильные поисковые названия. Всегда выбирать вот этот вот салон парикмахерская. Обязательно, пожалуйста, тестируйте, смотрите. Хорошо подобранные рубрики по услугам тоже важны, потому что иногда бывает очень-очень-очень много услуг, и вообще сложно вас среди них найти, либо вообще 2-3 услуги, а можно расписать чуть подробнее. Менеджеры данных площадок всегда с удовольствием помогают вам расширить и улучшить качество даже бесплатно ваших карточек. Отработка и пополнение отзывов. Грамотно заполненная информация. Иногда бывают описки, ошибки. Часто замечаем, что информация вообще почему-то заменилась, и такое бывает. Новости и акции. Это как активность. Я, когда захожу к вам на карточку, я сразу вижу, если раздел новости и акции пополняется, значит бизнес живой, значит здесь предлагают большие усилия для развития. Это всегда приятно. 88 рублей выходит Директ. Сейчас, Вячеслав, у вас какой город? Люберцы. Да, но мы сейчас посмотрим. На самом деле это не сильно дешевая, но и не очень дорогая. Более-менее. То есть если на привлечение точечно, я бы сказала, что можно так привлекать. На постоянной основе действительно, наверное, это будет дорого. Плюс 17 кликов на кнопку «Позвонить Яндекс». Здорово. Тогда вам важно будет вторую часть услышать. Здесь QR-код. Чтобы сейчас сэкономить максимальное время, так как у нас есть лимит на проведение вебинара. По поводу Яндекс.Карт и Сарафанного радио я проводила вебинар, когда запрещенограмм у нас попрощался и перестал нам качать клиентов так, как раньше. Для многих. У кого-то до сих пор качает. Но полный вебинар у меня был проведен на эту тему. И запись вы можете забрать по этому QR-коду, просто ставив свои контактные данные. Мой ассистент все вам вышлет. А та же чек-лист, отработка отзывов на карты, как правильно его писать. Писать так, чтобы клиентам захотелось по этому отзыву вам приходить. Если у вас возникают вопросы, вы обязательно обращайтесь. Но мы будем идти с вами в достаточно большом темпе, чтобы мы успели с вами попрактиковаться. Основные моменты на сайте. Я могу сказать за себя, как потребитель, я чаще всего прогреваюсь и догреваюсь через контент другого рода, не на самих сайтах. Вот такой, наверное, человек, либо сейчас еще молодежь, тоже такая, достаточно любящая визуал. Но я как мастер в свое время задрот, тренер, преподаватель, которому очень важно увидеть конкретные работы конкретного мастера. А на сайте, они, как правило, не представлены, просто общая красивая галерея, то мне здесь очень важно, поэтому я стараюсь переходить дальше в ваши соцсети и смотреть работы мастеров там. Но это просто мой подход. Подходы разные, поэтому рассказываю для всех и показываю на разных вариантах, как работают основные моменты на сайте и почему мы иногда сливаем на сайте клиента. Анна, у вас хорошо слышно, но не видно. Не видно меня или не видно презентации? Подскажите, пожалуйста, и видно ли у всех остальных презентацию? Спасибо. Что я замечаю прежде всего? Сейчас контент, он стал меняться. И если раньше нам надо было давать с вами контента много, показывать, что у нас всего есть много, сейчас нам нужно контент давать очень структурированно по блокам и вести до своей конкретной точки. Чаще всего на сайтах не налажена воронка прогрева, много информации без общей структуры. Это знаете, когда вот сюда перешел, сюда перешел, туда провалился, провалился и там остался, надо выходить назад. Вот если у вас на сайте есть вкладки, куда клиент проваливается, пожалуйста, дублируйте там кнопку призыва на действие, либо еще что-то, потому что у нас клиент сейчас начал думать вот так структурно. Я прогреваюсь, я зашел на сайт, я зашел в интересный отдел, я зашел дальше, я хочу это дальше здесь получить. И когда я здесь кнопки не получаю, мне приходится делать шаг назад, и эмоционально это на потребительское поведение так или иначе влияет. Поэтому я рекомендую ваши сайты сегодня вам просмотреть и посмотреть, куда клиент у вас проваливается, проваливается, и есть ли там призыв на действие в конце, чтобы ему не нужно было возвращаться. Переизбыток информации – это старая ошибка. Надеюсь, у вас уже никого нет, уже ни у кого такого нет, но еще пока встречается. Детализация прайсов и услуг, когда я хочу к вам записаться на услугу, но проваливаюсь в подробный прайс на сайте. Это прям вот такие талмуды, 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 и я даже не понимаю, как мне посчитать услугу. То есть я хочу, допустим, стрижку и окрашивание, но пока я выберу из стрижек «Окей, еще более-менее», а вот когда провалюсь в окрашивании, я вообще там заблудилась. И, к сожалению, если наш клиент заблудился, его это начинает эмоционально раздражать, и не факт, что он дойдет уже до звонка, а если дойдет, возможно, не в том настроении. Поэтому я рекомендую прайсы и услуги посмотреть на своем сайте и просто текст и описание сузить до качественного количества. Сейчас это еще пока встречается, поэтому проговариваю здесь. Если у вас здесь это все замечательно, здорово, вы сейчас просто анализируете, смотрите со стороны, есть ли у вас какие-то недочеты, где может теряться клиент. Плохой фотоконтент. Кстати, на сайтах этого нет в галерее, но есть, когда на сами услуги проставляем фотоконтент, почему-то еще бывают иногда баги, захожу и одна и та же фотография на 10 работах. Или, наоборот, очень плохие старые фотографии там на маникюре стоят. Очень рекомендую тоже зайти и посмотреть и доработать, потому что клиент это каждый раз отпугивает, так скажем, он делает шаг назад. Что еще хочу сказать про современные вообще выступления, про современные сайты, про современные продукты? Есть такая история про один сайт, одно действие. Вы должны определиться, какое ключевое действие по вашей воронке продаж клиент должен сделать. Если раньше это было, я и так могу, и так могу, мы и так делаем, мы вот так можем вам сделать, и это было окей. Сейчас потребительское поведение немножко поменялось, и сейчас мы хотим проваливаться в воронку. То есть я хочу греться в вашей воронке, я хочу идти по тому пути, по тем точкам, которые выстроили вы. Поэтому я очень вам рекомендую на сайте определить то ключевое действие, которое должен сделать клиент. Как это обычно выглядит? Например, онлайн-запись. Если вы топите за онлайн-запись, и ваша целевая аудитория чаще всего записывается через онлайн-запись, тогда она должна везде дублироваться, и когда человек проваливается, уходит, уходит вглубь материала, пожалуйста, оставляйте там онлайн-запись. Если вы больше любите WhatsApp, да, то есть посылайте на канал WhatsApp, точно так же прогревайте, прогревайте, прогревайте. Но вы должны запомнить, что если вы какую-то услугу запускаете или сайт вы запускаете, один сайт, одно действие целевое, на которое должен греться каждый раз ваш клиент. Как это происходит? Мы вначале написали, да, что у нас есть онлайн-запись. Дальше мы пишем, что это одно из наших преимуществ. Вы можете записаться в любое время дня и ночи. И правда, большинство клиентов начинают записываться в 2 утра, в 4 утра. Например, когда у меня был салон, у нас был, знаете, электричка приходила в понедельник утром. Вот я не знаю, почему у нас так. Может быть, это какая-то региональная история Камчатского края. Но реально, только понедельник в 9 утра администратор приходит на работу, телефон завален сообщением и телефон завален звонками. Поэтому онлайн-запись немножко помогает эту пропускную способность увеличить. И еще, о чем хочется мне проговорить касательно сайтов, это о том, что сейчас у всех захожу. Вот представьте, я иногда работаю плотно на некоторых проектах, и мне нужно посетить 30-40 сайтов моих клиентов. И ко всем захожу, и у всех стандартная скидка 10-20% на первое посещение. И это уже не работает, потому что это уже есть у всех. То есть я вообще не обращаю на это внимания и пропускаю эту информацию, потому что я все равно смотрю на прайс, мне этот прайс окей или нет. Если я хочу работать с вами в долгую, то я хочу понять, какой прайс у меня будет на постоянной основе. Поэтому я просто рекомендую, как рекомендация, посмотреть на эти скидки и предложить что-то более вкусное на сегодняшний день. Что мы вводили, что хорошо работает? Персональное предложение. Обратись к нашему администратору через WhatsApp идем или через, допустим, Директ, если это Инстаграм или запрещено Грамм или ВКонтакте, и забери там свое персональное предложение. Что значит персональное предложение? Это у нас в салоне заранее, мы можем 2-3 месяца это персональное предложение менять. Например, к парикмахерскому залу идет доп. массаж подарок, например. Или также к маникюру у нас идет доп. в подарок, допустим, спа для рук. Это не так дорого стоит для первого клиента, но это приятно, это дополнительные эмоции. То есть я стараюсь сейчас на сегодняшний день простраивать историю именно эмоциональную, чтобы у клиента осталось приятно послевкусие. И тогда он сравнивает по двум районам. Здесь окрашивание стоит столько, здесь столько, но здесь в комплексе еще идет, допустим, дополнительный уход для окрашенных волос. И, может быть, другие тоже делают этот уход, и он тоже входит в комплекс, но мы его подаем как персональное предложение. Что еще рекомендую в персональном предложении? Мы выявили потребность, в какой зал вообще на какие услуги хочет к нам клиент, и мы ему предлагаем несколько вариантов. И вот здесь уже, пожалуйста, вы можете получить скидку на первое посещение, да, так скажем, на пробный визит, либо получить к своей услуге еще доп. услугу. И тогда ваш клиент может выбирать и выберет то, что ему интереснее. А есть такая в психологии штука, что клиент всегда выбирает для себя лучшее. Когда вы ему дали два варианта, он уже выбрал для себя лучшее, мне это больше подходит, он уже нативно на крючок попал, и он уже идет в вашу сторону, уже идет до записи. Скажите, пожалуйста, хотите ли вы выделиться среди конкурентов так, чтобы вас было заметно относительно других? Или вы уже выделяетесь, и у вас все окей? Как вообще с конкуренцией в вашем районе, в вашем регионе? Знаю, что большинство руководителей очень переживают по этому поводу. Бывает достаточно, очень большой упор делают на конкурентов, и бывает так, что конкуренты очень сильно допингуют по ценам, например. Как у вас? Большая конкуренция. Окей. Что не делает 70% салонов, и я предлагаю вам сделать. Это забытая всеми площадка. В ВКонтакте. Знаю, что все относятся к ней неоднозначно, но объясню вам сейчас на примере, почему я рекомендую всем ВКонтакте заняться достаточно плотно. По одной простой причине. Человек заходит к вам на сайт или заходит к вам на Яндекс.Карты, и ваш клиент не может, к сожалению, попасть на запрещенный грамм. А клиенты наши, они сейчас привыкли к визуальному контенту, то есть им реально визуальное подкрепление интереснее, то есть он хочет увидеть атмосферу, он хочет увидеть людей, он хочет увидеть эмоции ваших клиентов. Да, это чаще всего сейчас продается через видеоконтент. Но, к сожалению, приходя на карту, я как клиент, а я, помните, вам говорила вначале, что я не так люблю сайты, как я люблю страницы ВКонтакте и запрещенный грамм. И получается, что я как клиент, которому интересно получить еще эмоции, потому что все-таки карты – это информационная площадка. Я хочу дальше получить еще больше эмоций, еще больше с вами познакомиться, глубже провалиться в эмоциональный контент. Но, к сожалению, у большинства, я не говорю про всех, но кнопка ВКонтакте добавлена, а попадаю я вот в такую историю. Более того, здесь написано, допустим, неактивно три года, посты не писались уже год. Почему? Я всем рекомендую, если вы не сделаете анимированные страницы, как вот в этих вариантах, вот в этих вариантах здесь анимация. То есть ты заходишь, и все, тебя сразу в анимацию погружают, ты идешь, у тебя четкие услуги, ты понимаешь, как записаться. То есть ты попал на мини-сайт через ВКонтакте. И, возможно, ты недополучил эмоции, но получил вот этот видеоконтент, раз и уже записался, мне нравится. То есть это все, так скажем, покупательская способность и пропускная способность ваших салонов. Соответственно, когда я попадаю вот на такую страницу, по моим ощущениям, у меня сразу идет отторжение. Хотя я где-то в глубине души понимаю, что, скорее всего, в Инстаграме запрещено грамме, да, в нем все хорошо. И я вам очень настоятельно рекомендую, если говорить, где мы сливаем большое количество клиентов с карт, это именно во ВКонтакте. Они туда проваливаются и, возможно, дальше не возвращаются. Как проверить? Мы с некоторыми клиентами, которые у меня бывают такие очень упертые люди, мы во ВКонтакте опубликовали видео, просто опубликовали видеоконтент и посмотрели, сколько набирается за неделю. От 40 до 120 просмотров набирается, хотя число клиентов не меняется. То есть это говорит о том, что просматриваемость группы есть, соответственно, все-таки внимания ВКонтакте нужно уделить. Что еще со своей стороны я здесь бы рекомендовала, да, это первое, обновить страницу 2020 года. Если вы не хотите ввести, хотя по факту ваш SMM-менеджер или ваш администратор, либо вы сами просто могут дублировать контент из запрещенного грамма во ВКонтакте, этого уже будет достаточно. Закрепить самый главный пост в закрепе туда, там это возможно, сделать навигацию и, соответственно, добавить чуть больше визуального видеоконтента. Если вам так не нравится, то тогда вы закрепляете постом вашу ссылку на запрещенную грамму, и тогда у человека хотя бы есть возможность познакомиться с вами там. То есть он перешел ВКонтакте, ВКонтакте ничего нет, но вы дали ему данные, как вас найти в другой социальной сети запрещенной Российской Федерации. Теория теории. Я вам сейчас предлагаю пройти на практике. Если есть желающие, вы можете написать название вашего салона и город. Буквально 2-3 минуточки подожду. Если есть желающие, мы можем прямо на примере сейчас рассмотреть. Я пройду ваш путь, мы пройдем его вместе. Я вам дам рекомендации. Это ни в коем случае не позиция «все плохо», наоборот, «все классно». Хочется сделать еще лучше. Поэтому, если есть желающие, напишите, пожалуйста, название салона и город. Так, салон РТ и персонель. Окей. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Давайте постараемся. Я вижу, что мы неплохо идем во времени. Не скажу вам сегодня, сколько успеем. Так, первый у нас РТ-люберцы. Поэтому открываю его. И давайте вместе пройдем. Скажите, пожалуйста, мне видно ли сейчас мой экран? Все ли хорошо? Вы видите, как я захожу в Яндекс. Так, все. Спасибо. Так, что, давайте начнем с тогда Яндекса. 108 отзывов. 4,6 у вас оценка. Почему-то сейчас вылетело из головы. С какой оценки уже можно... А, хорошее место у вас уже есть. Отлично. Также всем рекомендую до хорошего места дотянуть и наклейку красиво повесить на входе, потому что это повышает к вам доверие. Смотрите, вижу стрижки и маникюр, все на одном фоне. И почему-то стрижки, маникюр, стрижки, маникюр, стрижки, маникюр. То есть вот я бы эту историю устранила. Сейчас быстренько посмотрим, почему у вас... А, у вас так закрыты, получается, услуги. Ну, то есть, понимаете, вот мне сейчас вот эта информация ничего не дает. Маникюр, стрижки, маникюр, стрижки. Вот я зашла. Что я получила? Полистала фотоработу, но не поняла, зачем. Поэтому вот эту историю я бы сразу переделала. Так, я ее у вас не открыла. Получили наклейку классно в соседнем окне. Потом тогда прочитаю информацию. Так, вот про что я всегда говорю. Пожалуйста, узнайте, можно ли у вас все-таки услуги... Вы сейчас услуги делаете только на йогу, если я правильно понимаю, и на спа. Это то, что у вас идет в рекламе. Соответственно, я бы вам рекомендовала, если у вас что-то есть еще, да, то есть разбавить. Потому что в первую очередь, смотрите, я захожу, я вижу только спа. А если я шла, например, на что-то для волос, то я опять не в кассу, то есть я не попала. То есть я хотела для волос. Вот если бы это было где-то в перемешку на первом фоне, я бы это увидела. Я сейчас вам рекомендую, говорю, как я вижу сейчас, как клиент. У вас может быть свое мнение, свое право просто обратить внимание для всех остальных даже больше. Новости вижу. Вконтакте вижу. И перехожу. Пока грузится, давайте еще посмотрим отзывы. Отзывы в 108. Классно. Наши самые умные потребители любят делать вот так. Сначала отрицательные. И они читают ваши отрицательные отзывы. И, к сожалению, на отрицательные отзывы вы ничего не отвечаете. Ну вот в данных случаях вы ничего не ответили на этот отзыв, значит, вы автоматически согласились с этим человеком. Можем даже сейчас не читать, не разбирать, да. Но я очень рекомендую, как бы давно не было отзывов, отзывы всегда вы отрабатываете. Потому что негативный отзыв, он отпугивает от вас клиентов, если вы не проработали его качественно. Человек говорит плохой отзыв, а вы говорите спасибо за отзыв. То есть это такая история, когда все-таки мы можем отработать и сказать, что наши услуги дорогие потому-то, потому-то. И расписать. Сейчас не буду тратить время подробно. Захотите, напишите в личку. Мы с вами лично на эту тему пообщаемся более глубже, чтобы сейчас просто не отвлекать всех. Но негативные отзывы мы должны отрабатывать так, чтобы клиенту после этого ответа, вот вы заходите, и вам захотелось пойти в этот салон, потому что этот салон работает с возражениями. Мы такие сегодня немножко с вами ревизоры. Немножко вредничаем. На самом деле, хорошие отзывы, классно вы на них отвечаете. Вот, вижу, что их достаточно много. С отзывами все окей. Новости тоже публикуете достаточно часто. Я бы разбавляла разными. То есть у вас очень-очень много на коррекцию фигуры, но, насколько я понимаю, вы полного цикла. Поэтому я бы тестировала и по очереди заводила здесь новости и про другие ваши процедуры. Потому что пока что, сколько я вас смотрю, вы сейчас у меня начали ассоциироваться со СПА. Если у вас сейчас задача привести в СПА, окей, да, 100% мы попадаем. Но если я шла на стрижку, я как будто недополучила информацию. Фото и видео тоже пройдем. Как у вас? Ярко, необычно, интересно. Есть детский зал, классно. Если у меня есть ребенок, сразу же отметила. Косметология хорошая, функциональная. Знаете, что я всегда говорю? Можно сейчас это озвучить. Надеюсь, что вы не обидитесь. Но в такие моменты у меня ощущение, что салон выставлен на продажу. Вот клянусь, не знаю почему, у меня стала появляться такая ассоциация, потому что раньше все делали пустые салоны. Сейчас мы продаем через эмоцию. Я очень вам рекомендую провести одну фотосессию и переснять все-таки живую аудиторию в этом вашем салоне. То есть отдыхающих, чтобы у меня была возможность зацепиться за эмоцию. Раньше мы продавали инструментарием хорошим качеством, сейчас эмоциями. Вот вижу, что все пустое. Вот просто пустой салон, как будто выставлен на продажу. Очень рекомендую добавить клиентов. И добавить клиентов эмоциями. Вы можете взять бесплатных моделей для этого, либо суперлояльных, которые разрешат вас разместить. Потому что сейчас не продают прически, сейчас продает эмоция человека с этой укладкой, с этой прической. Это просто мой совет, рекомендация. Ну и очень-очень-очень много пустого салона. То есть я как бы эмоции недополучила, я пойду в ВКонтакте. Хорошо, есть подписчики, есть акции, услуги. Мы считаем, что уход за собой лучший подарок. Я бы рекомендовала переписать про клиента. То есть эта история про вас. Пожалуйста, свой призыв пропишите про клиента, чтобы он присоединился к этому отзыву. А так и должна присоединиться к вам. Вот здесь я рекомендую сделать один закреп, где очень хорошо и структурно написано про вас, и есть призыв записаться. А так... Сейчас он мне просит зарегистрироваться. Тоже мне чуть-чуть не хватает живого человека, личности, и всегда мне не хватает команды. Я знаю, что очень многие не любят показывать команду, чтобы не ушли мастера и так далее, но мне прям не хватило видеоконтента, команды и работ, работ, именно чтобы видно было лицо человека, чтобы я видела эмоции. То есть вот я пришла сюда дополучить эмоции. Пожалуйста, дайте мне чуточку эмоций. Спасибо вам большое, Вячеслав. По отзывам будет у вас еще раз QR-код. Обязательно возьмите администратор, либо вы проработаете эту тему. И давайте возьмем еще... Давайте посмотрим на два ГИС, как вы расположены. Точно так же ли хорошо вы представлены. И сейчас можно было бы сделать еще сравнительный анализ, просто взять регион на конкурентов, но это будет просто, я боюсь, долгом, у меня тайминг, но еще бы хотелось посмотреть относительно конкурентов. Почему-то долго в улице. Отзывов мало, оценок мало. Вот про это я и говорила. На Яндекс у вас большой упор, а на два ГИС вообще практически упора нет. Я всем рекомендую зайти и посмотреть. Если у вас вот так вот выглядит салон на одной площадке, на другой площадке он просто все дает, вы должны понимать, если у меня скачано приложение, окей. Я к вам скачано два ГИС, мне окей, я пришла. Потому что очень мало информации, ее нет. То есть видите, да, вот он, профиль почти пустой. Отзывы. Но их мало. Фото. Тоже пустого салона. То есть вот эмоционально под ВАГИСу мне бы не хватило. Что я рекомендую, это провести одну фотосессию, либо если у вас хорошие фотосессии и фотоконтент есть в других социальных сетях, просто обновить. И будет уже намного лучше. И, конечно, отзывы, отзывы и информацию мы сюда дополняем. Информацию на две площадки. Если вы в Яндекс что-то загружите, загружайте. Так, закрываю вас. Надеюсь, вам был полезен этот разбор. Так. Ну, вы крутые, мне очень понравилось. На СПА я бы к вам 100% пришла. Мне очень понравилось. Прям я... Вы меня догрели на СПА. Я шла на прическу, но на СПА вы меня точно догрели. Потому что у меня прям осталась эмоция, ассоциация с вами осталась именно со СПА. Вы тоже должны понимать, что клиент, заходя к вам, он вас с чем-то ассоциирует. У него эта ассоциация потом остается. Если бы я не пришла к вам сегодня через Яндекс, то я бы потом к вам пришла, скорее всего, на СПА, когда бы мне это было нужно, я бы вас запомнила. Так, кто у меня тут еще? Давайте еще один посмотрим. Персонель Екатеринбург. Юлия. Я рекомендую вам сразу же проходить свой путь, смотреть по своим салонам. И у вас, видите, сперва вылезает два ГИС, а не Яндекс. Возможно, там карточка чуть лучше прокачена. Сейчас тоже сразу обе откроем. Согласна. Я бы тоже через СПА вела, особенно через абонементы. У нас вот в Москве очень хорошо качают абонементы в СПА. Не хочет он мне сегодня 2 ГИС грузить почему-то. Так, 5-0. Вообще, отлично, мои аплодисменты. Хорошее место. Надеюсь, наклейка у вас тоже висит, и все ваши клиенты знают, что у вас хорошее место. Вот смотрите, здесь, видите, я уже вижу в обзоре информацию хорошую, структурированную. Акции, наращивание, новинка, брови, сияющий дизайн, окрашивание, ламинирование. Единственное, что я бы вас попросила, выстроить вот эту структуру касательно тех услуг, на которые вы хотите больше всего клиентов привезти. То есть на что идет реклама, то сюда вперед и выставлять. Соответственно, посмотреть ранжирование. Потому что я не уверена, что у вас наращивание такая частая услуга. Если часто, то окей. Или если, наоборот, вы хотите сделать усилие на наращивание, да, тогда мы выставляем вперед. Но вообще стараемся ранжировать те услуги, которые максимально популярны к запросу. Это стрижка, окрашивание, это маникюр, это брови, это косметология и так далее. То есть относительно того, что есть на вашей клинике. Сто процентов мне нравится, что я вижу людей, вижу команду. Сейчас сто процентов продают люди другому. И я очень рекомендую, даже когда у вас клиент записался, отправлять фотографию мастера, чтобы клиенту психологически было проще прийти в салон и уже знать, кто сегодня с ним будет работать. Витрина есть, окей. На губы большой упор. Да, наращивание волос вижу, макияж. Брови, укладка. Тоже шла на окрашивание. Как-то меня не довели, да, то есть оно где-то так почти незаметно, красной нитью. То есть вот вы должны понимать, что в данном случае вы ведете своего клиента. Если у вас на этот месяц упор на окрашивание, например, вы заводите людей на окрашивание, значит, мы создаем эмоциональную историю, чтобы клиент грелся на окрашивании. Ну, это просто такая, скажем, фишка с психологией связана. Вот и видео. Внимание. Команда. Сто процентов мне нравится. Много пустого салона тоже. Ну, то есть он присутствует. Я бы пересняла одну фотосессию на салон полный все-таки клиентов. То есть сняла бы с моделями, вот как у вас здесь. Да, то есть это всегда лучше. Ну, хотя, в принципе, у вас сбалансировано. Много текста, да, и именно по эндосфере. То есть я бы вот визуал немножко чуть-чуть структурировала, чтобы была, знаете, вот одна визуальная концепция. Мы делаем это, 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 это. И это не блоками идет информация, а прямо сначала вот эта витрина первых 12 постов, а потом я уже смотрю дальше. Так, мальчик мне очень понравился. Я прямо на детскую стрижку, я прямо сразу обратила внимание. Почему-то сегодня у меня на детей все. Не знаю почему. Да, ногти вот только сейчас появились, да. То есть я бы структурировала так, что если клиент зашел на ногти, то он в первых рядах все-таки видит ногти. Если он зашел на окрашивание, то он в первых рядах видит окрашивание. Если он захотел посмотреть салон, то он видит салон. То есть я бы вот этот вот визуал немножко просто поменяла местами, и вообще все окей. По негативным отзывам тоже посмотрим. Вот, смотрите, тоже мне нравится очень ваш ответ, что кому-то, конечно, дорого, да, но мы соответствуем качеству предоставляющих услуг. И знаете, тут я бы сказала про то, что мы делаем большой упор на дорогое оборудование, на профессиональную косметику, вот это бы рассказала, да, что дорого, это дорого не потому, что мы так решили, да, потому что у нас действительно большое вложение сделано в нашу клинику. А у вас почти нету негативных отзывов. А какие вы хитрые? Закрался у меня вопрос, почему это нету плохих отзывов совсем? Особенно если клиника работает давно. Так, два ГИС. Тоже команда, сразу же вижу, меня встречают. Все услуги вижу. А вот здесь есть негативные отзывы, да, тоже странно. На Яндексе нет ни одного негативного отзыва, а на два ГИС их полнотость. Я бы все-таки оставляла, если вдруг удаляли, если нет, то окей, да, но я бы все-таки один-два отзыва оставляла и делала их продающими. То есть я бы через них вот прямо продавала. Если такой какой-то не слишком плохой отзыв, да, то мы оставляем его и через него продаем. Отличные ответы даете, прям нравится. Так, здесь вот не вижу ответа. Смотрите, я публикую свой отзыв, чтобы руководство клиники обратили внимание, а руководство клиники даже не ответило, как я вижу. Все, я вижу, что это старые отзывы, но все-таки, когда я листаю, я не очень смотрю на дату, поэтому я бы вот на этот отзыв все-таки от клиники от имени сегодня ответила, и все, окей. Окей, так, еще мы с вами сейчас прогуляемся во ВКонтакте. Если мы туда дойдем. В ВКонтакте мне не хочется. Новости 10. Чаще бы чуть-чуть добавляла. Так, до 6 мая, 1 декабря. То есть вот новости я бы чуть чаще обновляла, именно хотя бы какие-то акционные истории, потому что если клиент зашел, интересуется, ему интересно посмотреть, что у вас сейчас интересненького в салоне происходит. И публиковала какие-то клиентские дни, какие-то движухи. Если есть, обязательно публикуйте здесь, потому что это теперь ваша и эмоциональная площадка в том числе. Больше мы, включая ее, просто инструментария тоже рассматривать не можем. Поэтому выстраиваем визуал в ленте. И так далее. Так, вижу, что тоже все настроено, налажено. Так, упор у меня снова на губы. Все, вы у меня ассоциируете с губами, как хотите. Так, здесь лазерная апелляция закреплена. Окей. Да, здесь мне нравится. Здесь вижу команду, вижу работы. Если шла на маникюр, вообще не увидела маникюра, если он у вас есть. То есть, если шла на окрашивание, окрашивание, в принципе, вроде как вижу. Все. Директора увидела, что очень тоже приятно. И куда вы меня ведете? Да, то есть, вот я хочу понимать, куда вы меня ведете. Поэтому в закрепе все-таки так, в личном сообщении, мобильном приложении, на сайте или по номеру телефона. Все ссылки в шапке профиля. То есть, вы меня ведете куда угодно. Я бы все-таки сделала один какой-то призыв, единый, да, что вот тебе самый быстрый вход, чтобы к нам попасть, да. И еще какую-то такую, знаете, оффер классно сделала, по типу заманухи. Надеюсь, вам было полезно. Два салона мы с вами прошли. Так. Читаю ваши комментарии. Новости в карточке Яндекс. Как оценивать эффективность? Юлия не поняла вашего вопроса. Новости в карточке Яндекс, они по факту ваш... Сейчас я завершу пока с экрана. По факту новости в карточке Яндекс тоже немножко анимируют вашу страницу, так скажем, в том числе она ее и продвигает, потому что ваша карточка живая, она активная, постоянно активность на ней происходит, это тоже считывается. Поэтому я и рекомендую новости публиковать точно так же, как вы публикуете во всех других местах. Так, вам спасибо. Не могу сказать, да, то есть я их сама лично не оценивала, слышала про Зуну очень много плохих отзывов, но опять же я не могу говорить, если это непроверенная информация, поэтому я все-таки такой человек, я складываю в, знаете, и продвигаю своего клиента вот по этим всем пластам. То есть первый бесплатный, все максимально бесплатные уровни беру, оформляю, довожу до ума. Только тогда я перехожу к среднеплатным, дальше более платные, как правило, это коллаборации с какими-то уже узкопрофильными специалистами с моим районом, там клиники или тренера и так далее. И потом уже дорогие истории. Это, например, Яндекс.Директ, это Яндекс.Идвагис платные, это какие-то платные дорогие коллаборации. То есть я всегда двигаюсь вот так. И дальше, что я смотрю для своего клиента? То есть я для себя, для салона смотрю. Если мне клиентов нужно много, то я спускаюсь глубже по слоям. Если мне нужно добавить, ну, пришел новый мастер, человек 40 мне надо нагнать, как правило, я беру свои недорогие методы. Там иногда и рассылки в WhatsApp у нас заходили, и раздача листовок заходил. У нас я тестила все за свое время. Я могу сказать, мы не знаем, что зайдет у вас. Поэтому я всегда всем руководителям рекомендую свою личную воронку протестировать от бесплатных в платную. Зачем мне платить деньги сразу же на глубокий уровень, если у меня еще все бесплатные не доделаны? Ну, вот я такой человек такой логики, так скажем. Зачем я буду переплачивать, если у меня еще не доделано? Юля, у вас бонусы для клиентов за отзыв на Яндексе плюс 300 бонусов. Давайте за отзыв на 2GISI тоже сделаем 300 бонусов. Что такое система KPI для меня лично? Это когда мы на 3 месяца ставим всей команде план сделать усиление вот в эти отделы. На следующие 3 месяца сделать усиление вот в эти отделы. И постоянно вот так вот менять эти KPI. То есть сегодня мы отзывы, видеоотзывы, например, нам надо расширить наш видеоконтент. Поэтому у нас все наши ребята, вся наша команда старается принести нам видеоотзывы, за это получают KPI. На следующий месяц нам надо в 2GISI упор сделать. Соответственно, и наши клиенты, и наша команда делают упор в 2GISI. То есть всегда мы ведем людей туда, куда мы хотим. Поняла, у вас нет свободных мест на маникюр, поэтому не пиарите. Окей, это разумная история. Ну что, перейдем дальше. Путь клиента может внезапно оборваться. Здесь уже были на самом деле правильные ответы. И так как время у нас уже пошло, на разбор мы потратили достаточно много времени. Если кого-то я не разобрала, пожалуйста, напишите мне в директ, либо же оставьте заявку. И кто захочет, мы с вами свяжемся. Обязательно напишите о том, что тоже хотите, чтобы я вас разобрала буквально 10-15 минут на разбор, и я вам обязательно сделаю. Это для меня уже несложно. Глаз наметан. Основные какие-то критерии, которые я увидела, я вам покажу. Так, чтобы никого не обижать, потому что запросов было много, и разобрали не всех. Поэтому Ухта, Нижний Новгород, Уфа, пожалуйста, Саратов, напишите мне в личные сообщения. Не просто бьюти и телеграмма, запрещено грамм, работает у меня по этому аккаунту, и я вам сделаю небольшой разбор. Ну и перехожу к самой своей острой теме, с которой я столкнулась. Не столкнулась я с этим, скажу даже когда, на практике, когда ко мне стали приходить клиенты и стали говорить, Анастасия, сливаем 60, 80, 100 тысяч на рекламу, реклама не работает. И я инженер-конструктор, у меня не может что-то не работать, если у других, у соседей работает. Поэтому я начала разбираться, углубляться, и я поняла, что в конечном итоге наши соцсети, наши страницы, наши Яндекс-карточки и наши администраторы не готовы к притоку клиентов. Поэтому есть такая классная сейчас штука, называется перелидос. Я вам перелидосы сделаю. Это сделать несложно, когда ты опытный, это просто количество действий по воронке. Сюда пошли, здесь положили, здесь информацию оставили, я просто вас покручу по этой воронке, и мы с вами сделаем. Мы накопим потенциал, и у нас бомбанет поток клиентов. Только куда он у нас будет попадать? На неработающую карточку 2GIS, на нерабочую страницу ВКонтакте. Спасибо тем, кто ВКонтакте привел в порядок. Те, кто еще не привели, пожалуйста, обратите внимание, что мы сегодня туда заходили. Поставьте там видеоролик, увидите, что просмотры будут повышаться. И, соответственно, что я говорю? Я считаю, что нельзя запускать рекламу, пока мы к ней не готовы. Потому что будет виноват, скорее всего, тот, кто выполнял это техзадание. У нас техзадание непонятное написано. Мы не понимаем аудиторию, мы не понимаем оффер, но еще и сами не готовы. Но сегодня не об этом, сегодня все-таки о теме, что мешает нашим клиентам дойти все-таки до нас посетить. И это, к сожалению, администраторы. Сколько бы я не звонила в салоны красоты, чаще всего меня сливают, как справочное бюро. То есть задавайте свои вопросы и идите отсюда. Я немножко жестко в этом вопросе говорю, потому что это реально так. Я с этим работаю каждый день, сталкиваюсь, и каждый день меня любят куда-нибудь отправить. Например, на запрещенный грамм и продиктовать по телефону. Давайте проверим. Тех, кого еще не разобрала. Юля, Вячеслав, вас прошу не участвовать в очень активной, но звоночки давайте сделаем кому-то другому. Тоже напишите, пожалуйста, номер телефона вашего салонного красоты. Мы сейчас с вами тоже на практике. Сделаем один-два звонка. У нас есть еще чуть-чуть времени, чтобы вы понимали, о чем я говорю на примере, а не просто, как это сказать, не просто на словах. Екатерина Гагарина, 21, Нижний Новгород. Вижу, написали вопрос. Напишите свой телефон, я вам позвоню. Екатерина Коза, который салон. Так. Первый был Егор, поэтому мы сейчас звоним. Звоним мы с вами вот по такому скрипту. Вы можете сделать скриншот, и в принципе вы можете взять любого своего друга, знакомого и сделать то же самое, что мы сейчас с вами будем делать. Поверьте, удивление случается практически всегда. Так. Коза увидела. 8, 906, 841, 0, 0. 8, 960, 841, 0, 0. Егор, напишите, пожалуйста, на что вообще обычно у вас записица. Полного цикла у вас салон. Или нет. А то я сейчас как запишусь на что-нибудь, чего у вас нет. Егор Ельмениев. Стрижки детей? Окей. Давайте на стрижки детей. Я вас прошу смотреть по вот этому скрипту, по которому я буду идти и прямо отмечать и писать сразу же, что вы заметили. Прямо в личку. Здравствуйте, я хотела бы дочку записать к вам на стрижку, челка и длина. Расскажите подробнее о вас. Могу предложить 16.00. Четыре часа. А можно поподробнее? Мы просто переехали из другого района и вот сейчас ищу, где ее подстечь. А что вы хотите услышать, челочка? Вы о цене хотите услышать или так? О цена, да. Какие у вас мастера работают? Да, в рекле. Сегодня работает Оля Мастер, что он выросал. Цена челочки 200 рублей с оформлением 240. Подравнивание от 300 до 450 в зависимости от первоначальной длины волоски девочки. Если густые, то 100 рублей за густоту. Хорошо, поняла. А мастера? Мы находимся в Кит-Пайру. Сегодня работает Оля. А завтра? Завтра Алина будет работать. А про Алену? Мастера универсала. Про Алену расскажите, что я на завтра хотела записаться. На завтра? Угу. Так, завтра какое время, да? Нет, про Алену, про мастера. Она вообще молоденькая. Нет, просто у меня дочь... А, Арина. Дочь, она такая, знаете, немножко с характером. Ну, с характером у вас отнеслись или что? Ну, мастер должен найти к ней подход. Она сидит очень хорошо, но если мастер, допустим, ей так не понравится с первого лица или к ней обратиться, то, скорее всего, она не будет стричься. У нас такое просто случалось. А как мастеру надо обратиться к ней? Ну, есть просто такие мастера, знаете, более дружелюбные, веселые такие, которые сразу увлекают, поэтому мне вот этот момент интересен. Именно вот мастер, который завтра будет. У наших мастеров не один будет работать с детьми, поэтому... Они все находят общий язык с мастерами. Здесь есть. Хорошо, поняла. А где работы ваши можно посмотреть? Я вот вас на картах нашла, но где-то еще у вас есть в соцсетях профиль? Нет, у нас нет. У каждого мастера в телефонах свои работы. Ага, то есть можно только по факту прийти посмотреть, да? Ну, да, 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 да. Ладно, поняла. То есть мне, получается, стрижка с челкой сколько выйдет? Челка, если 200 рублей, челка. Стрижка, подравнивание у вас какие? Какая длина волос? Ну, чуть ниже плеч. Чуть ниже плеч, значит, будет 350. 350 плюс 200, 550. Это при условии, если длина волос вот такая у вас ниже плеч, и челка обычно. Если это будет челка с оформлением, это будет 240. Если длина волос будет у вас длиннейше, значит, увеличивается цена. Угу. Все, хорошо. Я поняла, спасибо, я вам перезвоню. Хорошо. Пожалуйста, инсайты. Прошу очень не критиковать, просто что заметили. Ну, вот как меня грели до вообще визита. Просто вот два-три инсайта, и будем еще в один салон звонить. Спят админы. Спят медведь, уснула галка. Да, может, у них просто такая композиция играет? Не спросили мое имя. Я очень люблю, когда все-таки ко мне сейчас уже обращаются по имени, поэтому очень рекомендую всем администраторам все-таки допилить, так скажем, их вообще путь клиента, по которому они ведут. У меня такое ощущение, что цели записать меня все-таки не было. Нет заинтересованности в клиенте. Да, вот немножко такая история. Знаете, что еще очень часто слышу? Светлана, вы написали нам на другом языке, мы, к сожалению, не знаем, что там. Я очень часто слышу позицию сверху. Есть позиция снизу, но она не так часто встречается у администраторов, как позиция сверху. Это, знаете, такое ощущение, когда я пришла к маме, и мама мне сейчас расскажет, как все это устроено. Слышала, что не слышит меня, то есть я задаю один вопрос, мне отвечают на какой-то свой вопрос. Сейчас мы говорим не о том, что было плохо, мы говорим о том, что можно допилить, что можно улучшить, чтобы были вы клиент-ориентированы. То есть, во-первых, работы я могу посмотреть только в телефоне. Не знают, как представить мастера. Немножко такая была позиция даже где-то, что значит ваш ребенок, вот такой. Ну, все детки сейчас с особенностями очень многие, я имела в виду, что, например, моему ребенку реально нужен мастер, который, знаете, вот так вот прям завлекет, ведет и все, и она куда угодно пойдет. Но если к ней выйдет вот такая же девушка, как со мной разговаривала, я вам клянусь, мой пятилетний ребенок развернется и пойдет дальше. Да, то есть, ну, я не знаю, как у вас вообще с вашей целевой аудиторией, может быть, она у вас другая, но вот мой личный пример, да, когда дети сейчас, они любят вот этот вот подход. Вот, но если такого подхода не было ко мне от администратора, я очень сомневаюсь, что такой подход будет к моему ребенку. Да, то есть вот что я советую прямо вот, что докрутить? Спрашивать клиента, составить небольшой скрипт разговора, цель звонка поставить, да, все-таки цель звонка, не проконсультировать в справочном бюро, а записать. То есть цель довести до записи. Более того, вы мой контакт потеряли. Очень многие салоны красоты, центры теряют контакты просто в никуда. А представьте, если бы сейчас мне на WhatsApp пришла какая-то специальная акция или пришли работы этого мастера, к которому я хочу прийти, ну, не так ведь сложно завести карточку и две-три работы мастера. Те, кто напишут нам заявку, мы скинем WhatsApp, Telegram, мой чат, и там есть карточка клиента. То есть как ее оформить, что подписать, чтобы можно было высылать клиенту. Ну и на какой ноте был закончен разговор, к сожалению, со мной не попрощались. Вот. Мне понравилось, что ваш администратор очень уверен. Если у него на эту уверенность будет хороший скрипт, я думаю, что пойдет все очень круто. Так. Катя, 0907, это ваш салон Коза? А, нет. Да, вот все, вижу Коза. Давайте позвоним Козе. Интересно у вас очень название. На самом деле мы очень классно можем иногда выделиться. Ну и посмотрим, как сейчас ваш администратор тоже мне ответит. Что я советую? Сегодня, прямо сегодня взять друга подругу, кого угодно, и точно так же позвонить в свой салон, пусть просто запишется к вам на услугу. Здравствуйте. Можно к вам записаться на маникюр? Какой день? Я недавно переехала из другого района. Можете рассказать вообще о мастерах, о стоимости? Ну, то есть проконсультироваться хочу. Да, конечно. Смотрите, у нас два сегмента лака от 2700 средней сегмента и 1900 сегмент люкс. В них уходят базы цветные и люкс цвета. Это мастера плюс 300 к прайсу. На первое прощение действует скидка 200 рублей, либо укрепление в подарок, если вы примете ноготочку. А мастера по уровню, вот завтра, например, где-нибудь там в районе двух часов есть что-нибудь свободное? Какие мастера там будут? Есть топ-мастер Татьяна Мур, 6 часов. А о мастере расскажите вообще, она давно работает? Татьяна у нас работает с самого открытия. То есть рекомендовали по книге, да? Она топ-мастер, у нее больше обуви, верно. А за сколько она делает по времени? Так, я ранее сказала, у топ-мастера плюс 300 рублей к прайсу, то есть это получается 2000 средний сегмент и 2200 сегмент люкс. На первое прощение скидка 200 рублей, либо укрепление. Я про время спрашивала, сколько будет? На 6 часов, я говорю окошечку, нет. Не-не-не, по времени процедур сколько будет, сколько делать? Так, посмотрите, все зависит от длины дизайна, покрытие, которое вы хотите. В среднем это занимает около 2 часов. Полтора-два часа. А работу ее где-то я могу посмотреть у вас? Можете посмотреть на нашем инстаграме Казана Карина. А там? Актуально закреплено Татьяна Мур, мастера зала. Прямо под нее, да? Да, да, верно. Все, я поняла, спасибо большое. Все, будем ждать вашего звонка, или можете написать на наш номер, на любом инстаграме. Угу, до свидания. До свидания, всего доброго. Давайте инсайтики. 2-3 инсайтика, что услышали, и пойдем с вами дальше. У нас уже час, вы здесь, вы молодцы, спасибо вам большое. Кто-то что-то услышал. Имя не спрашивает вообще никто, да? А вообще все равно, как вы меня зовут. Настя, Оля, Света, какая разница? Видела я вас, перевидела. Каждый день вы ходите ко мне, да? То есть вот такая вот история. Нет, конечно, все-таки, знаете, это иногда еще от того, что они торопятся. То есть они торопятся выдать информацию, им что-то неудобно, они боятся. И поэтому они торопятся, быстро выдают, и все, и поехали дальше. Все-таки, конечно, лучше начинать с имени, да, хоть что-то рассказывать о салоне. И почему-то все не отвечают на мои вопросы. Вот вы слышите, от раза к разу я спрашиваю одно, вот он, горячий пирожок, возьми, расскажи, забери человека. Они мне отвечают за готовленную информацию, причем по несколько кругов. Это, кстати, частая штука. Это, знаете, штука скрипта. Вот мы скрипт им положили, они скрипт буквально взяли и буквально по скрипту клиента гоняют. Но по факту же тут живой человек, у которого надо выявить вообще потребность, да, и услышать его. Я вообще не поняла, куда мне столько информации, и вся информация вперемешку, и я не запомнила, да. То есть я запомнила, что топ-мастер на 300 рублей дешевле, мне несколько раз это подтвердили. И тут есть страх цены. Но если я заинтересовалась топ-мастером, я уже услышала, что у топ-мастера дороже, да. То есть я его специально попросила. Поэтому, наверное, несколько раз о цене мне говорить не стоит. Дальше. Всем рекомендую посмотреть, куда дальше ведут вашего клиента. Если клиент сказал спасибо, подумаю. А так, ну, я же имею право подумать, да. То есть я имею право посмотреть. Здесь очень классная фишка. Мне очень понравилась. Я думаю, что запись эфира будет. Мне очень понравилась фишка того, что вы в запрещенной грамме. Есть про Татьяну отдельное окно и работы. Но если меня в запрещенной грамме нет, а сейчас это частая история, то было бы здорово, если бы вы мне на WhatsApp прямо сейчас в догонку выслали работы и догрели до звонка. Вот большинство ваших клиентов сливается даже не в начале воронки. Почему я так сильно не углубляюсь на сайты, на карты и так далее? Потому что вот здесь, вот клиент горячий, вот возьми его, запиши, хотя бы попытайся. Хотя бы, если он слился, ну, перезвони ему через день. Дай ему какую-то акцию в догонку. И это ответственность руководителей. При всем моем уважении к вам, я знаю, сколько труда вложено, я сама открывалась с нуля, я другим помогаю выходить из минусов, достаточно больших, я знаю, какой это труд. Но ваша невнимательность к вашим администраторам, которые работают вот таким образом, а они в 90% случаев, я вам клянусь, работают таким образом. За три года работы меня записали два человека. Вот прям дожали. Нет, я вас запишу, нет, давайте вот отработали прям проблематику, что вы хотите, записали, и потом я отменялась. Два раза. Пять раз со мной или семь составили диалог после. То есть мне прям написали, мне прислали информацию, потом меня догнали. Но представьте, скольким я звонила за это время и на вебинарах, и на, когда меня просили это сделать платно и так далее. То есть это очень большой опыт того, что меня не спрашивают, мне не рассказывают о специалисте, веду разговор чаще всего я, либо тараторят, но куда-то, куда хотят сами, и нету четкой цели, нету цели записать. Все, что нужно дать вашим администраторам, чтобы стало лучше, поменять цель. Не проконсультировать. Ваша цель записать, догреть этого клиента. Мне все равно, не догрели по звонку, догревайте в переписке. Если несколько раз не сказать, что и сколько стоит, и что у мастера дороже, то потом приходится скандалами, что это не говорили, они не слышали и так далее. Что сделала в свое время я и вам тоже очень рекомендую. Когда мы клиента записали, ему приходит сообщение о том, что он записан, дату, время, потому что 14,4 у нас в маникюрной студии очень часто путали и приходили в 4, а потом не понимаешь, кто прав, кто виноват. Администратор записал или все-таки клиент сказал. Поэтому мы стали делать вдогонку сразу же сообщение. Ваш, так же у нас было с мастерами. То есть идут к одному мастеру, запишут к другому, все, приходит скандал. Я хочу к своему мастеру. Поэтому мы стали каждому клиенту, после того, как он записался по телефону либо по WhatsApp, дублировать запись. Вы записаны, дата, время, шаблон у нас в WhatsApp был. Мастер такой-то, прайс-мастер вот такой-то, основной прайс. Топ-услуги рассчитываются отдельно. Как нас найти, если это первый раз клиент. И если вы хотите получить работы мастера и фотомастера, я вам пришлю. Все. Клиентоориентированный подход. Один раз сделали. Все администраторы ввели в практику. Во-первых, вы уменьшаете количество непоняток по телефону. То есть сразу человеку все понятно. Все, как мастера зовут, когда иду, что иду. И он может за секунду взглянуть. Если это не онлайн-запись, то он может на секундочку просто раз зайти и уже в диалоге увидеть, во сколько он к вам записан. Это очень удобно, потому что это для них еще и напоминалка. Вот. Классно. У вас все телефон, разговор записывается и можно прослушать вместе с клиентом. Да, но все-таки нам бы хотелось не тратить на это время, записать четко. По времени человек пришел, все, без всяких скандалов, и у него эта запись находится. Мне было так удобно. Я просто советую. Прилетел вопрос, и я на него постаралась таким образом ответить. Супер скандальные есть. Но нас, к сожалению или к счастью, их не так много, как в других сферах. Бывает и побольше. Ну что, мы будем потихонечку завершать. Я уже почти все. Если у вас есть какие-то сейчас ко мне вопросы, вы можете либо в графу вопроса, либо здесь. Не надо никаких выговоров, очень сильных. А вот, попались. Екатерина, а вы сейчас попались. Выговоры вам, а не вашему администратору. Это первое. Второе. Понимаете, выговоры не помогают. По одной простой причине. Я бизнес-психолог. Я работаю с командами достаточно большое количество времени. Я могу вам сказать, что это недоработка в первую очередь собственника, а потом уже его команды. Поэтому я бы вам здесь рекомендовала все-таки не ругать, не выговаривать, а взять запись, послушать, разобрать и докрутить этот скрипт. Нам страшно ошибаться. Вот как мы, как дети маленькие, да, мы боимся ошибаться. И те руководители, которые позволяют ошибаться своим сотрудникам и себе, сразу же начинают идти к другим результатам. Потому что я, честно, я имею право ошибиться даже сейчас. И, в принципе, когда руковожу коллективом большим, да, я имею право признать эту ошибку. И когда я признаю ошибку своего администратора, и как свою в том числе ее разбираю, просто ваш администратор не будет бояться в следующий раз ошибиться. Он будет знать, как не ошибиться. Поэтому я вам очень рекомендую все-таки поговорить в максимально спокойной форме, да, и прописать этот скрипт, переписать, докрутить, сделать так, чтобы запись стала лучше. То есть все-таки наша сегодняшняя задача никого не отругать, и не вас в том числе, и не ваши сайты, и не ваших администраторов, а все-таки сделать так, чтобы у нас в этой воронке вот эти причинные места, они устранились, и ваше колесо привлечения клиента стало работать лучше, а не спотыкаться вот в такие места. Екатерина, напишите мне, пожалуйста, что не будет сильного выговора. Мы часто не обращаем внимания на свои действия, считая, что они не так уж и важны. Ничего не произойдет, если не буду выдавать скрипты и обучать администратора. Если я не буду проверять, как он работает с клиентом, ничего страшного не произойдет. Самое страшное происходит в тот момент, когда наш администратор начинает общаться с клиентом, но делает это на низком уровне, потому что сейчас администратор – это наши с вами лица. Поработаем над скриптом. Напишите мне в личку, я вам еще отдельно запишу голосовой, мы с вами отдельно пообщаемся. Спасибо вам. Статистика печальная. Реально 15 позвонивших процентов в салон, проявивших интерес, доходят до записи, потому что мы вот так сливаем. Мы горячий контакт просто потеряли с вами. И было бы классно, если бы вы его хотя бы фиксировали у себя, и дальше были бы разработаны мероприятия в салоне под огреву таких клиентов. Просто вносить в базу, просто вносить куда-то и догревать, желательно по горячим следам. То есть вот я сейчас вам позвонила, пришлите мне какую-то информацию и попросите разрешения у меня. Анастасия, можно ли я пришлю вам информацию вот такую-такую о нашем салоне более подробную? Да, окей, получили согласие, и в WhatsApp вы начинаете мне присылать что-то догревающее. Клиент дорогой. Я вам клянусь, вот мы разговаривали с вами про заявки, сколько стоит одна заявка, но по факту до клиента, который дошел с несколькими салонами примерно год назад, сейчас, наверное, еще дороже история, но не уверена. Мы прямо взяли весь маркетинг, собрали, это была Москва, это было два салона региона, и посчитали, сколько в месяц мы тратим на маркетинг за три месяца, и сколько привлекли при этом клиентов. Все умножили, разделили, и получилось, что у нас один клиент, который реально дошел до салона, стоит от 800 рублей до 2000. И получается, что с учетом, что чистая прибыльность бьюти в основном 17-20%, мы с руководителями доходим до 30%, больше 30% пока еще ни разу не делали, я на своей студии делала 35%, но у меня была дешевая очень аренда в регионе. Но из-за того, что у нас прибыль с вами небольшая, мы не можем себе позволить такого дорогого клиента сливать. Поэтому я очень рекомендую вам поработать с вашими администраторами, чтобы они узнавали, что клиенту необходимо, чтобы не было вот этого справочного бюро и отстреляться, чтобы все-таки был ко мне клиент-ориентированный подход. Меня спрашивали, я никуда не тороплюсь, я позвонила в салон, чтобы меня вот так вот окутали, и я не поняла сама, как меня как паучок вцепился и довел меня до записи. Если мы не заинтересованы в клиенте, это сразу же слышно. Клиент, она, спасибо, подумаю, чаще всего 90% тоже сливает. Пожалуйста, предупредите эти действия, чтобы клиент так легко не сливался. Реальный администратор нам формирует минимум 50% доходов. От его работы зависит, доверит ли человек вашему салону свое здоровье, красоту и деньги. Администратор сегодня – это человек, который координирует записи коллектива, он вообще, в принципе, мостик между вашей командой, вами и клиентом. Поэтому я рекомендую вкладываться в ваших администраторов. Я рекомендую вам сделать так их путь вместе с клиентом, который они проходят, чтобы они не сливали лиды, записывали до 80 звонков до записи. Просто возьмите себе месяц упора только на эту зону. Каждый клиент важен. 80% клиентов чувствуют высокий сервис. Вы же понимаете, я позвонила, я уже чувствую, на каком отношении ко мне находится администратор и, в принципе, лицо салона. Ну и большинство салонов тоже не вводят доп. услуги. Прогрев на доп. услуги, на перезапись. Вот это тоже обязательно отследить, потому что это очень сильно повышает конверсию в ваших салонах. Администратор – это эксперт, да, он должен иметь глубинные знания продукта, рынка. Он не должен оказывать давление на клиента, то есть не быть с позиции выше. И желательно, чтобы у них была грамотно-профессиональная речь, такая, знаете, эмпатичная немножко. То есть все, пять минут со мной, пять минут для меня, как для клиента. Дальше вы занимаетесь своими делами, как администраторы, и идете. И он сопровождает покупку, они инициируют ее, да, то есть он мягко меня прогревает дальше, дальше, дальше в запись. Ключевые показатели администратора-эксперта, которые нужно доводить, да, то есть чаще всего они к нам приходят сырые, чтобы они знали свои обязанности, знали услуги, могли дать грамотную консультацию, потому что вся наша воронка все равно запитывается на администраторе. Поэтому для меня все воронки, которые мы сегодня разбирали, все-таки администратор ключевой. Цель. Он понимает, каких результатов от него ждете вы, то есть он ждет, что вы не просто будете консультировать моих клиентов, да, что вы ждете все-таки, что мои клиенты будут записываться и перезаписываться, и желательно делать все, чтобы они доходили до салона. Но это ваша ветка. Чтобы доходимость до салона обеспечить, надо посмотреть вот эти вот места, да, так скажем, сырые, и их докрутить по скриптам, по общению, чтобы вы меня прям окутывали и пропускали, так скажем, в свой салон. Welcome, проходите. Понимает, что должно стать результатом его действий. Результат действия звонка – запись клиента в салон, либо догрев через социальные сети или WhatsApp. Ну и общение, внешний вид, позиция партнера, они сверху, снизу, но эмпатия – это наше с вами основное, мы с вами сервисные люди, и нам это делать важно. Дорожная карта для вас. Как увеличить доходимость до вашего салона уже сегодня? Первое. Я очень вас прошу по горячим следам, по мозгу, по классификации, сейчас недавно была на психологическом форуме. Раньше у нас с вами на внедрение было 72 часа, и я не понимала, почему сейчас я стала меньше успевать, потому что сейчас у нас 25 минут на внедрение. Я очень прошу всех тех, кто был внимателен ко мне, кто смотрел сегодняшний вебинар, пройти сегодня путь вашего клиента, пока вы можете смотреть со стороны, пока вы как бы вышли из своего салона, прошли со мной этот путь, и можете пройти его так же сами. Выявить слабые места. Дооформить карты ВКонтакте, чтобы они были живыми и продающими. Убрать вот эти большое количество салона пустого, добавить команд, добавить эмоций. Сделать свой салон-звонок с другим лицом и выявить все недоработки. Точно так же, как звонила сегодня я. Можете взять друга, подругу, пусть они позвонят. Просто услышьте, как сейчас сливается ваш клиент. Если не сливается, окей. Если сливается, докрутите эти места. Прописать мероприятие по доведению клиента до записи. То есть это что делает администратор, если клиент у меня начал уходить, я подумаю. То есть вот эти мероприятия нужно организовать вам. Например, в WhatsApp догоняем, какую-то акцию предлагаем в конце. Акция всегда в конце, как догревающий элемент. Обязательно. Ну и переписки тоже их догревать. Чем я могу помочь со своей стороны вам? Я, если у вас возникли трудности, вы всегда можете по профилю не просто бьюти мне написать. Я всегда открыта, особенно после вебинаров. Я оставляю время на то, чтобы мне в личные сообщения приходили вопросы. Что-то личное, то, что сегодня не успели разобрать. Либо те, кто ко мне обратились, хотят еще что-то узнать. Я вам всегда рекомендую по горячим следам прям писать, потому что выделяю на это время. Ну и есть у меня два продукта. Первый – это стратегическая сессия «Путь клиента», где я прохожу по вашему салону путь, даю вам отчет, и мы вместе с вами на консультации прорабатываем все эти мероприятия, которые приведут вас к записи. Ну и 13 июня у меня стартует тренинг для ваших администраторов. Мы с ними поработаем вместе, мы с ними сходим в поля, мы побудем сами клиентами. Более того, мы разберем, что такое скрипт живой, а не скрипт искусственный. Мы проработаем его под каждого, сделаем индивидуальным. У них будет двухнедельный интерактив. Руководители будут помещены в свой чат, ваши администраторы будут помещены в свой чат, где они будут делать все действия на перезапись, на догрев клиента, на приток клиента в салон. И я верю, что это должно помочь каждому администратору выйти на новый уровень общения с клиентом. Ему должно быть стать проще, классно, и вам будет тоже легче, вам не нужно будет это проработать самостоятельно, вот с таким усилием. Время вопросов. Я вижу, что у меня еще есть вопросик. Я сейчас, Екатерина, увидела, что вы хотите лично пообщаться. Я ваш телефончик взяла, сфотографировала. Вообще, ко мне можно обратиться через заявку, которая расположена на вот этом QR-коде. То есть, если вы туда ставите свои данные, я с каждым из вас свяжусь, и мы с вами пообщаемся уже в диалоге, и на ваши вопросы отвечу, и полезные чек-листы пришлем вместе с моим ассистентом. Она здесь. Стратегическая сессия путь клиента стоит 13 500, а администраторам активатор продаж стоит 7 900 до 7 числа. То есть 5 числа, в понедельник, мы запускаем поток. У нас уже занято моими постоянными клиентами, по-моему, 13 или 15 мест. Мест будет всего, по-моему, 30. Вот. 7 900 она будет стоить до 7 числа. 5 числа всем тем, кто заполнил этот QR-код, придет вся информация, и вы сможете ознакомиться подробнее, что такое за стратегия, что такое за активатор продаж, и уже выбрать удобную для вас услугу. Есть ли какие-то продукты для SMM-маркетологов? Для себя было бы очень интересно. Юля, тоже по этой заявке напишите, потому что тут нужно понимать, что конкретно вы хотите. Если воронку продаж, да, я ее делаю. Если привлечение салона клиентов разбирать вот этот путь, тоже делаю. Если вы хотите обучение именно для SMM, нет, сейчас обучаю только дорогих наших администраторов, потому что это наше самое узкое горлышко на сегодняшний день. Вот. Вопросов больше вроде не вижу. Поделитесь, пожалуйста, как вам сегодня? Как ваше настроение? Понравилось ли вам? Было ли полезно? И мы будем с вами завершать. Вячеслав, спасибо. Отлично. Напишите в личку. Может быть, я даже так смогу вам дать какие-то рекомендации. То есть я всегда открыто люблю. Люблю бьюти. Люблю сферу услуг. И в этом с 15-го года прошла от мастера до управленца, от управленца до тренера, от тренера до уже тренера-руководителя, так скажем. Поэтому, наверное, это уже действительно по любви. Спасибо. Ссылку на запись вам отправил мой ассистент, дорогой любимый. И я буду тогда завершать. И всегда в конце говорю эту фразу Махатма Ганди, что клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас, мы зависим от него. Он не прерывает нашу работу. Он цель нашей работы. Он не по ту сторону нашего бизнеса. Он его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его. Он делает нам одолжение, давая возможность это сделать. Я очень буду рада, если сегодняшний эфир поможет увеличить пропускную способность в ваши салоны, поможет вам устранить места сильного оттока ваших клиентов и снизит количество просто оплаты за одного привлеченного клиента. Запись эфира, я думаю, что будет в 1С в Телеграм-канале. Вот уже есть, уже Телеграм. И мой Телеграм-канал, не знаю, можно ли тоже там опубликовать, чтобы люди подписались, если это можно. Но по непросто бьюти, вы точно меня найдете, и ссылка на Телеграм-канал у вас сразу же появится, она у меня в закрепе. Я вас благодарю. Спасибо вам большое. Вы были сегодня очень активны. Кого не разобрала, жду в личные сообщения. И пусть у вас все будет круто. Завершение вам хорошего рабочей недели.